Доброе утро, Бокертов! Сегодня 21 апреля 2024 года. Вы послушаете выпуск новостей на Лёгком Иврите. Это будет язык пятого уровня сложности по стандартам нашего канала. Я сначала прочитаю текст новостей, а потом его переведу и позволю себе некоторые комментарии, которые не имеют отношения к ивриту. Шалом! Иврайб Эрдуан, непогаш, им рава мерцахим Исмаил Хание. Канерей Хание и его сотрудники хотят работать с Катарой в Туркия. Флорида. В бикор, в Бито-Кнессет, Неси Аргентин, Хавьер Милей, говорит, что себа его еду. Иврайб Эрдуан, Иерусалим, Асар Лебетахон Леуми и Тамар Бен Гвир, Катавал Амиткафа Исраэлит Бейран, Бимилахат, Дарделе. И сейчас переведем. Шалом Атам Шумим Хадашот, Баррадио Коля Изим. Здравствуйте, вы слушаете новости по радио Голос Коз. Истанбул, это город в Турции, принято по-русски произносить название как Стамбул. Неси Туркия Раджип Таеб Эрдуан, Невгаш им рава мерцахим Исмаил Хание. Президент Турции Раджип Таеб Эрдуан встретился с главрем бандитов Исмаилом Хание. Обратим внимание, Наси это президент, но если это первое слово смехута, связки, то мы произносим Неси, как в данном случае Неси Туркия, президент Турции. И если по-русски фамилию президента Турции принято произносить как Эрдуган, то на иврите Эрдуан и пишется с буквой Алиф. Слово Мерацеах, мы чувствуем, что здесь тот же корень, что в слове Роцеах. Роцеах это убийца, сознательный убийца. И Мерацеах это организатор убийц, организатор массовых убийств, может быть. Мерацеах можно перевести как бандит. И Раф Амерацхим, здесь Раф первое слово в смехуте. Раф это не только большой, не только раввин, а это еще может быть как главный организатор, старший. И получается старший бандитов, возглавляющих бандитов, главарь банды, иными словами. Исмаил Ания, это его имя и фамилия, это один из главарей банды Хамаса. По всей видимости, Хания и его, давайте переведем, как подельники. Шутаф я могу перевести как компаньон, партнер, но можно перевести как соучастник, подельник, напарник, если речь идет как бы в отрицательном смысле. И его, Ашутафим Шило, это его подельники, его напарники, хотят переехать из Катара в Турцию. Слово Катар я произношу с ударением на первом слоге. Я написал букву Алиф после буквы Кув. При этом в израильских СМИ чаще, или как правило, произносят Катар. Это неправильно в плане названия страны, но в Израиле так произносят. Катар, и тогда Алиф пишут после буквы Тет, чтобы прочитать Катар, а не Катар. На нашем канале мы произносим Катар, и, соответственно, Алиф будет после Кув. Теперь то, что не касается иврита. Катар в последнее время хочет как бы отмыться от связи с Хамасом. И на данном этапе все больше чувствуется, что они не хотят больше держать представителей Хамаса на своей территории. И Хамасу придется куда-то переезжать. Один из вариантов это Турция, которая рассматривается, где они уже когда-то были. Но турки их в свое время выгнали. И последнее время были попытки организовать теракты на территории Турции с участием людей Хамаса. И я предполагаю, что Хамас в Турции не окажется, потому что Запад в том числе давит сильно на Турцию, чтобы не было очень серьезных связей Турции с Хамасом. Еще одна страна, которая упоминается как возможная, куда они могут переехать, хамасовцы, это Оман. Но Оман тоже страна, которая зависит от Запада и со многими странами в хороших отношениях. И поэтому Оман, мое мнение, вряд ли тоже захочет, чтобы хамасовцы туда переехали. Есть еще одна страна, о которой не говорят, а я говорю. Это Российская Федерация, у которой очень хорошее отношение с Хамасом. Представительство Хамаса есть в Москве. И президент России открыто выразил поддержку Хамасу. И со стороны Запада давление на Россию как бы бесполезная вещь. То есть Россия в этом плане независимая, поэтому хамасовцы могут чувствовать себя на территории России в относительной безопасности. То есть мое мнение, что еще третья страна, которая тоже участвует в этих переговорах. Флорида – это город в Соединенных Штатах, или Флорида. Бабикур, Бебейта, Кнесет, Неси, Аргентина, Хавьер, Милей, Сипер, Шеса, Башило и Иуди. При посещении или при нахождении слово Бикур – это как визит, давайте скажем. Во время визита в синагоге президент Аргентины Хавьер Милей рассказал, что его дедушка – еврей. И президент Аргентины Хавьер Милей, он известен тем, что он постоянно заявляет о поддержке Израилю, что мы страны, которые должны дружить, и мы народы, которые должны дружить. Я покажу во время визита в Израиль, он был возле стены, западной стены в Иерусалиме. И также известно, что он интересовался иудаизмом и даже рассматривал переход в иудаизм. Но от этой идеи он отказался, потому что он не мог соблюдать субботу, в то время, как нужно уделять государственным делам, в том числе и в субботу, внимание. И он от этой идеи отказался. При этом, как оказалось, его дедушка – еврей, то есть его интерес к Израилю и к евреям не просто так. И по закону, существующему в Израиле, он имеет право на репатриацию, как внук еврея. Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир написал о израильской атаке в Иране одним словом – дарделе. И здесь дарделе. Многие первый раз услышали это слово, даже из тех, кто уже много лет находится в Израиле. Дарделе – это такой детский сленг или юношеский сленг. И я перевожу это слово как «мазила» или «слабак». То есть, если в игре игрок, по смыслу, как не попал в пустые ворота, совершил какой-то неточный или слабый удар, а простоволосился, примерно так – дарделе. И теперь я объясню, что израильская атака была очень точечной. Может быть, там было несколько ударов одновременно, но один из ударов в Натанзе, это в провинции Исфаганы, там находится ядерный объект, и был поражен объект, относящийся к ПВО, но который при ядерном объекте. То есть, удар был очень точечный, очень точный. И по признанию экспертов местных, удар был нанесен с воздуха ракетой «Воздух-Земля», который, эта ракета находилась на самолете F-35, самолет-истребитель, или у него разные, не только истребитель, он невидимка. То есть, этот самолет невидим для локаторов, и как он попал на территорию Ирана, неизвестно. Существует мнение, что не со стороны Иордании, чтобы Иорданию не впутывать в эту атаку, и, может быть, с другой стороны, не исключено, что со стороны Саудовской Аравии, а может, еще с какой-то другой страны, залетел этот самолет на территорию Ирана, и очень точно, очень качественно поразил объект возле ядерного объекта. И, таким образом, Ирану был послан такой намек на то, что в следующий раз мы можем поразить более серьезные объекты, если атака со стороны Ирана на Израиль повторится. Я надеюсь, что это было интересно, познавательно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Литраут. До свидания.